Как работает механизм снабжения продуктами от поля до прилавка? Лично проинспектировал премьер-министр страны. Оскар Мамин с рабочим визитом посетил Жамбылскую область. Ему показали работу стаб-фонда, социальных магазинов. К слову, регион необходимым продовольствием себя обеспечивает практически полностью. Ну, Дим, знаешь, не только себя, но и страну тоже. Вот, к примеру, в ближайшее время там скоро начнут производить сахар для всего Казахстана. Более того, в планах запустить и производство вакцины в год. На биофармацевтическом заводе намерены выпускать до 60 миллионов доз. Об амбициозных планах региона в материале Анастасии Сулейман. К прибытию премьера на полях урожай лука уже собрали и успели расфасовать. После овощи отправятся в стаб-фонд и прилавки социальных магазинов. Там продукты будут продавать дешевле. Этот проект начали реализовывать с декабря прошлого года. Главная цель – открытие 20 социальных магазинов. Из них 11 уже работают. По сравнению с другими торговыми точками, цены здесь ниже на 5-10%. А на социальные товары – на 15-20%. Показали Аскару Мамину, как работает оптово-распределительный центр «Жамбыл». Это еще одно звено в цепочке процессов по сдерживанию цен на продукты. А продовольствия в регионе производить стали больше. Недавно, к примеру, запустили новую птицефабрику. В Байзарском районе запущена птицефабрика. В 2022 году мы планируем провести на этой фабрике до 20 тысяч тонн мяса кур, что позволит нам 100% обеспечивать область этим продуктом. Кроме этого, в Джамбульском районе товарищ с ограниченной ответственностью в этом году провел реконструкцию и в следующем году увеличит производство яиц до 90 миллионов тонн, что позволит нам увеличить процент обеспеченности в Джамбульской области яицами до 55%. А еще из Джамбульской области во все регионы скоро отправится сахар. Сахарный завод в Шустском районе планируют запустить через два года. 40 тысяч тонн будем производить гранулированного жома, столько же паток и меласса. В год на заводе будут перерабатывать 1 миллион тонн сахарной свеклы. Принимать ее будут не только из Шустского района, но и со всего региона. Еще одним объектом в плотном графике премьер-министра был биофармацевтический завод, где изготавливают вакцины. Также Аскар Мамин посетил предприятие по производству медицинских изделий. В прошлом месяце здесь начали выпускать экспресс-тесты на коронавирус по 15 миллионов штук в год. Доложили главе правительства и о полном завершении восстановительных работ во всех жилых домах, пострадавших от взрывов в воинской части Байзакского района. Анастасия Сулейманова, Руслан Хатила, Жамбулская область, итоги дня. Продолжение следует...